Байден объявил новый пакет военной помощи Украине, что в него вошло. Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение, общей стоимостью 425 миллионов долларов. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на пресс-службу Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского в Телеграм. Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В пакет вошли средства ПВО, боеприпасы класса воздух-земля, бронетехника и критически важные боеприпасы. Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин. В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о своем плане победы. И лидеры поручили своим командам провести консультации для дальнейших шагов. При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение, помощь Украине от США. Напомним, в конце сентября США за сутки объявили сразу два новых пакета военной помощи Украине. В первый вошло вооружение на 375 миллионов долларов, его предоставят украинским защитникам из американских запасов. При этом второй пакет был выделен в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, УСЫ, в этом случае оружие будут закупать у промышленности. Стоимость пакета составила 2,4 миллиарда долларов. В частности, украинские защитники впервые получат от США крылатые авиационные бомбы Joint Stand of Weapon – ШСОУ. Как отмечал в комментарии новости Украина авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета, НАУ, Валерий Романенко, такие бомбы можно назвать ответом «кабом». Более детально от ШСОУ – в материале РБК «Украина».